Бандана крючком из квадратов. Очень понравилась эта модель, потому что она плотно облегает голову и регулируется завязками ширина. Вязала из тоненького хлопка, мягкий такой, приятный хлопок, вязала в три ниточки. Все равно она оказалась маленькой, в оригинале 400 метров на 100 грамм, для получения размера на взрослого человека. Если хотите на ребенка, то берите пряжу потоньше. Хочу вам рассказать принцип вязания этой банданы по схеме. Вяжется она из этих квадратов, обозначенных зеленым. Центральный мотив, шестиугольник, связан точно по этой же схеме, но просто у него больше уголков, за счет того, что вначале мы вяжем побольше столбиков с накидом. К этому центральному мотиву, шестиугольнику, в процессе вязания последнего ряда четырехугольников, привязываются вот эти квадраты. Три квадрата рядышком, и один квадрат вот отдельно. На двух квадратах сторонах шестиугольника квадраты не привязываются. Вязание начинается с шестиугольника, с центрального элемента. Формирую первую воздушную петельку, еще пять воздушных петель. Будем вязать по кругу. Замыкаю кольцо, вернее, цепочку в кольцо при помощи соединительного столбика. Дальше я вяжу три воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом под вот это колечко и провязываю вместе за один прием. Дальше две воздушные петельки и два столбика с накидом, провязанные за один прием. То есть первый столбик не довязываю и провязываю его до конца, когда вяжу второй столбик. Одна воздушная петелька и снова два столбика, провязанных вместе. И так чередую до конца ряда чтобы у меня получилось 12 групп из двух непровязанных, вернее, столбиков, провязанных с одной вершиной. То есть заканчиваю их вязать за один прием. Таким образом у меня получится шестиугольник, центральный мотив. А чтобы связать квадрат для боковых мотивов, я буду вязать по 8 групп столбиков с двумя накидами. Я очередую две воздушные петельки и одну воздушную петельку между вот этими с двумя накидами. С двумя накидами столбик с накидом не довязываю, вяжу второй столбик с накидом и провязываю два столбика за один прием. воздушные петельки. Так, две воздушные петельки и снова два столбика. Должно получиться 12 групп таких столбиков. у меня еще мало, поэтому я вяжу дальше. Столбик с накидом не довязываю, вяжу второй столбик с накидом и провязываю за один прием. 3 воздушные петельки и снова 2 столбика с накидом с одной вершиной. В конце соединяю начало и конец ряда и вот первый ряд связан. Для следующего ряда вяжу цепочку из трех воздушных петель и под цепочку из двух воздушных петель предыдущего ряда провязываю еще два столбика с накидом. Один столбик и второй. Всего получается три столбика. Дальше две воздушные петельки и еще три столбика с накидом под эту же цепочку. Этот фрагмент будет образовывать уголок в данном случае шестиугольника. три воздушные петли. Столбик без накида под воздушную петельку предыдущего ряда три воздушные петли и снова такой же фрагмент. Три столбика с накидом под цепочку из двух воздушных петель. Так, столбики в этом случае надо провязывать полностью. Не как мы вязали вот в начале, а провязываем до конца. Второй, так, первый столбик. Второй столбик под ту же цепочку и третий. Две воздушные петли и еще три столбика с накидом под ту же цепочку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Снова три воздушные петли. столбик без накида под воздушную петельку предыдущего ряда. Три воздушные петли. Три столбика с накидом под цепочку из двух воздушных петель предыдущих предыдущего ряда. Ну и так вяжем до конца ряда. Должно получиться шесть углов. шесть таких вот фрагментов из групп по три воздушных, по три столбика с накидом пределенных двумя воздушными петельками. Крючок оказался немножко неудобным, цеплялся за пряжу, поэтому я ее впоследствии сменила, что еще раз подтверждают, что под каждую пряжу нужно подбирать крючок. Даже самый лучший может для этой пряжи быть не очень удобным. Вот уже видно у меня стороны шестиугольника, три воздушные петлики и снова три столбика с накидом под цепочку воздушных петель. Две воздушные петельки и три столбика с накидом под эту же цепочку. Часто я показываю, возможно, излишне подробно, но как начинают сокращать ролики, то начинающие вязальщицы не понимают, что делать дальше, поэтому я покажу подробно. на этот ряд до конца. Кому понятно, перемотайте ролик дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 к первому столбику сейчас небольшими и высокими соединительными столбиками я пройду к середине фрагмента . цепочки из двух воздушных петель я буду вязать снова по три столбика с накидом первая цепочка из трех воздушных петель и подъема затем два столбика с накидом 2 воздушные петли и снова три столбика с накидом в эту же под эту же цепочку из двух воздушных петель то есть я вяжу точно такой же фрагмент как вязала в первом ряду после этого фрагмента и перед фрагментом всегда по три воздушные петли столбик без накида под первую цепочку из воздушных петель и сейчас вяжу 5 воздушных петель снова столбик без накида под следующую цепочку из воздушных петель 3 воздушные петли и снова вырезаю две группы из трех столбиков с накидом 3 столбика с накидом 2 воздушные петельки снова 3 столбика с накидом под ту же цепочку из 3 воздушных петель 3 столбика с накидом 3 воздушные петельки столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда 5 воздушных петель столбик без накида под вторую цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда 3 воздушных петель 3 воздушных петель 3 столбика с накидом вот цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда 2 воздушные петель 2 воздушные петель и 3 столбика с накидом тоже цепочку предыдущего ряда И так вяжу до конца ряда. В конце снова соединяю с первым столбиком и соединительными столбиками вывожу на серединку вот этого фрагмента, который образует уголок. Три воздушные петельки вместо первого столбика с накидом. И снова выполняю этот же фрагмент. То есть три столбика с накидом, две воздушные петельки, три столбика с накидом. Понять, как кажется, этот квадрат, вернее шестиугольник, очень легко. После вот этих фрагментов в этом ряду я буду вязать вообще во всех рядах, вот перед и после вот этих столбиков с накидами вяжутся три воздушные петельки, как я сейчас привязала. В этом ряду вяжу два раза по пять воздушных петель. Вот пять воздушных петель. Затем снова пять воздушных петель. И снова переход к уголку. Нужно сделать три воздушные петельки. Вяжу дальше уголок. У нас квадрат расширяется за счет вот этих цепочек воздушных петель. И в следующем ряду у нас будет уже три цепочки воздушных петель. Три цепочки под пять воздушных петель. Три воздушные петли. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петель предыдущего ряда. Какой формат. Снова я довязала ряд. Снова выхожу на середину уголка. Для удобства я отметила уголок и начало ряда. Чтобы не запутать, я какой ряд вяжу. Три воздушные петельки. Два столбика с накидом. Две воздушные петли. Три столбика с накидом. Сейчас, как всегда, три воздушные петли. Снова столбик без накида под цепочку предыдущего ряда. Пять воздушных петель. Снова столбик без накида под цепочку воздушных петель. Пять воздушных петель. Снова столбик без накида. И еще цепочка из пяти воздушных петель. Вот у нас сейчас уже в этом ряду по 30 пучки из пяти воздушных петель. И снова три воздушные петельки перед уголком. И так до конца ряда. Снова столбик без накида. Начинаю вязать шестой ряд. Точно так же с соединительными столбиками перехожу к цепочке из двух воздушных петель. Три воздушные петельки для подъема. Два столбика с накидом. Две воздушные петли. Три столбика с накидом. Три воздушные петельки. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петель предыдущего ряда. И сейчас вот вместо цепочки из пяти воздушных петель я буду вязать по 7 воздушных петель. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петель. Дальше снова 7 воздушных петель. Здесь у меня будет уже четыре таких цепочки из 7 воздушных петель. Столбик без накида под цепочку из тех предыдущего ряда. Снова 7 воздушных петель. Это уже третья цепочка. Снова столбик без накида под цепочку из предыдущего ряда. И последний раз 7 воздушных петель. Четвертая такая цепочка. Столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда. И снова 3 воздушные петельки перед уголком. 3 столбика с накидом под цепочку из 2 воздушных петель. 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом под эту же цепочку. Дальше все повторяется. Вот уже получается такой фрагмент. Вяжу последний ряд, 7. Снова 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. И вяжу цепочки из 7 воздушных петель. 7 воздушных петель. Столбик без накида под цепочку предыдущего ряда. Снова 7 воздушных петель. Сейчас на каждой стороне шестиугольника будет 5 таких цепочек из 7 воздушных петель. Это последний ряд шестиугольника. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас я буду вязать квадраты и присоединять их к этому мотиву. Квадрат вяжется по этой уже знакомой схеме. Только здесь вместо 12 групп по 2 столбика с накидом мы вяжем 8 таких групп. Я формирую первую петельку. 6 воздушных петелек замыкаю в кольцо. Все точно так же, как и при вязании шестиугольника. 3 воздушные петли для подъема вместо первого столбика с накидом. Столбик с накидом под колечко воздушных петель и провязываю вместе с тремя воздушными петельками. 2 воздушные петли. Столбик с накидом не довязываю. Еще один столбик с накидом. Провязываю 2 столбика с накидом вместе. Дальше столбик с накидом. И 2 столбика с накидом с одной вершины. Точно так же, как и вязала перед этим. 2 воздушные петельки. Так, одно здесь. В общем, надо чередовать 2 воздушные петельки и 1. Там, где 2 воздушные петли, мы вяжем уголок. Там, где 1 петелька, мы туда прикрепляемся. Вот цепочки из 3 воздушных петель. Вяжем и прикрепляемся к 1 столбикам без накида. Я сейчас должна связать 8 групп таких вот сдвоенных столбиков. В шестиугольнике у меня было их 12. Это единственное различие квадрата и шестиугольника. Соединяю начало и конец ряда. Втыкаю крючок под цепочку из 2 воздушных петель. 3 воздушные петельки. Столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И 3 столбика с накидом под тужу цепочку из 2 воздушных петель. Таким образом я формирую уголки 4-х угольника. Квадрата. 3 воздушные петли. Столбик без накида под 1 воздушную петельку предыдущего ряда. 3 воздушные петельки. И снова формирую уголок. 3 воздушные петли. Вернее, 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. 3 столбика с накидом под тужу цепочку. И так до конца ряда. Продолжаю. Здесь вот уже видно, что сформировался квадрат. Остается просто вязать по схеме. Точно так же, как мы вязали шестиугольник. Я вяжу предпоследний ряд. В котором по краям квадрата, по сторонам квадрата по 4 цепочки из каждой из 7 воздушных петель. И в следующем ряду я буду присоединять этот квадрат одновременно с вывязыванием этого ряда к одной стороне шестиугольника. Вот у меня 4. Здесь просто 4 воздушных петель. И вот я вяжу последний ряд. Вот я связала в уголке 3 столбика 4 цепочки из 7 воздушных петель. И при помощи соединительного столбика привязываю шестиугольник к этому квадрату. Вяжу еще одну воздушную петельку и 3 столбика с накидом в уголок. Продолжаю вязать этот последний ряд. Сейчас я снова при помощи соединительного столбика присоединюсь к шестиугольнику. 3 воздушные петельки и соединительным столбиком вернее столбиком без накида это практически одно и то же привяжу вот цепочку из 3 воздушных петель на квадрате, который я вяжу. Снова 3 воздушные петельки и столбик без накида под цепочку из 7 воздушных петель на противоположной стороне шестиугольника. Снова 3 воздушные петельки и столбик без накида на стороне квадрата. И так чередую. Вяжу каждый раз по 3 воздушные петельки и присоединяюсь то к квадрату, то к шестиугольнику. Вот какое у меня соединение получается. Сейчас уже нет, где квадрат, где шестиугольник. 3 воздушные петельки и столбик без накида. Снова 3 воздушные петельки и столбик без накида на цепочке второго пигмента. И так пока не привяжу все вот эти арки из 7 воздушных петель. 3 воздушные петли и сейчас вот по цепочку уже из 3 воздушных петель. Снова 3 воздушные петли дальше присоединяюсь к уголку вот этой вершины. и на противоположной стороне на втором фрагменте. Первый квадрат присоединен к шестиугольнику. Соединяю еще вот эти вершинки. Сейчас я закреплю витечку и отрежу. Субтитры сделал DimaTorzok Два фрагмента соединены в единое целое. Вяжу следующий квадрат и сейчас буду присоединять уже к стороне шестиугольника и к стороне привязанного квадрата. Вот одна сторона сюда и вторая к квадрату. Сначала присоединю за верхушку уголка провязав столбик без накида на объединенных металях. Три столбика с накидом. Это я продолжаю вязание седьмого ряда очередного квадрата. Точно так же присоединяю вот к этим уголкам чтобы было поплотнее три воздушные петельки и начинаю присоединять к цепочкам сначала на одном фрагменте затем на другом цепочки из трех воздушных петель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и снова три воздушные петли и присоединяюсь уже вот к цепочке из трех воздушных петель. 3 воздушные петли цепочки из трех воздушных петель на второй детали. вяжу три воздушные петли и вяжу три столбика с накидом на квадрате две воздушные петли две воздушные петли присоединяюсь вот к серединке. Тут у меня уже два фрагмента и сейчас я присоединяю третий. Снова воздушная петелька, три столбика с накидом и буду вот этот квадрат, я присоединила его одной стороной, буду присоединять второй стороной. Снова точно так же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вяжу по три воздушные петельки и присоединяю их при помощи столбиков без накида то к одной части, то к второй. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вывязываю уголок на квадрате, который вяжу в данный момент, три столбика с накидом. Присоединяю к той части, ко второму фрагменту, воздушная петелька, три столбика с накидом и продолжаю вязать квадрат. Завершу вязание квадрата. Сначала три воздушные петельки. Вот видите, как получается полотно как-то однородное. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петелек. Семь воздушных петель. Столбик без накида под цепочку из семи воздушных петель. И, как обычно, вяжу в сторону квадрата, в последнюю сторону. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петель. Цепочка из трех воздушных петель. И уголок. Три столбика с накидом. Две воздушные петли. Три столбика с накидом. Я связала третий квадрат. И сейчас привяжу его в процессе вязания последнего ряда. Вот к этим частям. Одна сторона квадрата к шестиугольнику, а вторая к квадрату. Точно так же. Провязала три столбика с накидом. Воздушная петелька. Присоединяюсь к такому же воздушной петельке на вершине шестиугольника. Дальше три столбика с накидом. Столбик без накида под цепочку из трех воздушных петель. И точно так же присоединю этот квадрат, как присоединяла предыдущий. Вот у меня шестиугольник. И к нему привязаны три квадрата. Сейчас я вот эти два, две стороны шестиугольника пропущу. А вот к этой стороне привяжу еще один квадрат последний. Это вот этот хвостик сзади на затылке. Вяжу точно так же, как привязывала и предыдущие фрагменты. Сначала три столбика без накида присоединяюсь вот этими серединками. То есть вместо воздушной петельки выполняю столбик без накида в соседний фрагмент. Воздушная петелька, снова три столбика с накидом. Присоединяюсь к соседнему фрагменту. Три воздушные петельки. Снова присоединяюсь к другому фрагменту. К цепочке из трех воздушных петель. Ну и так дальше. Я это уже подробно показывала. А сейчас я покажу, как связать шнурок для завязки. Формирую начальную петлю. Провязываю две воздушные петельки. И в первую петельку провязываю петлю. Подхватываю рабочую нить. И повторяю это движение. Вот эту петельку слева. Крючок втыкаю, захватываю рабочую нить. Вытягиваю и провязываю через две петельки. И так продолжаю на мощную длину. Я длину не определяла. Связала просто длинный шнурок. Затем вдернула. И если бы, ну не отрезая нитки, если бы нужно было довязать, можно было еще продолжить вязание шнурка. Получается такой вот ровный шнурок. Мне он понравился больше, чем жемчужный. Вот для этого. Для этих целей. Вот очень просто вяжется, как наборная цепочка. И вот сейчас мне нужно бандану обвязать по всему периметру столбиками без накида. Для этого я сначала должна выровнять края. Я присоединяю ниточку. И начинаю вязать столбики без накида. Там, где более-менее ровная часть, я вяжу столбики без накида. Вот на этих столбиках с накидом. Вот ровненько, прямо. А где цепочки воздушных петель, я вяжу цепочки из 4 воздушных петель. И соединяю столбик без накида под цепочку из воздушных петель. Так я обвязала всю бандану по периметру. И после этого начинаю обвязывать столбиками без накида. Там, где цепочки, я вяжу просто под цепочки воздушных петель. Так, нет, все-таки втыкаю в петельки, в воздушные петли. Но это не важно. Можно вязать, как вам удобнее. Мне показалось, что так будет аккуратнее. И так вот я связала два ряда. Вдернула шнурок. И вот что у меня получилось. Банданы из ажурных квадратов, связанных крючком, хорошо обликают голову. А завязки позволяют использовать ее для нескольких размеров. Поехали.